Всем привет, друзья! С вами Вальтер и у нас продолжается цикл лекций, роликов, посвященных эпохе Людовика Святого. Сегодня у нас вторая часть. Будем говорить о городе Париже и о парижских ремеслах и промыслах XIII века. Эта лекция должна была выйти в записи из библиотеки. Вот тут парочка кадров. Но несколько технических накладок мы переходили из зала в зал, плюс проблемы с техникой записывающей из-за этого. И я решил не морочиться с монтажом того материала и просто в четверг, вчера была среда, сегодня четверг, переписываю эту лекцию в таком студийном формате. И думаю, что так будет, наверное, даже лучше. Потому что часть материалов, как вы видите, тут много. У меня 10 листов накатано. Я хочу часть материала прочитать прямо с листа, чтобы не перепутать огромное количество названий, перечисления улиц, ремесел и так далее. Думаю, даже будет интереснее и, опять же, больше материала выйдет рассказать за намеченное время. Ну что ж, поехали! Париж. Парижские ремесла и промыслы XIII века. Если мы заглянем на страницы истории, то в разных эпохах и странах мы увидим множество похожих и понятных нам процессов. Сейчас в современности всем нам знакомы рынки и магазины. Многие регулярно гуляют по улочкам из торговых палаток, выбирают нужные товары и просто глазеют. Это абсолютно нормально и естественно. И да, конечно, сейчас в современности, особенно в период карантинов, ковидов, мы очень плотно освоили заказы через интернет и доставку. Однако продуктовые, вещевые рынки и торговые центры продолжают сохранять свою популярность. Каждый из нас много раз гулял по рождественской ярмарке. Вот как раз сейчас были праздники, Новый год, Рождество. Можно просто погулять, выбрать какие-то приятные мелочи, купить для праздника, для подарков. Ну, всякое такое классное, интересное, что создает нам настроение. А можно просто взять булочку, чашку кофе или пунша и погулять, посмотреть на огоньки, посмотреть на всякие товары. В целом, ничего не меняется, в Средневековье было точно так же. Только немножко в другом антураже. Сегодня мы попробуем прогуляться по улочкам французского Парижа XIII века и заглянуть в мастерские ремесленников, послушать проповеди монахов, поспорить с бойким торговцем, выслушать дикты Приво и указы короля. Может быть, с проклятием погонимся за воришкой, что срезал наш кошелек, и тут же заплатим штраф за богохульство в публичном месте. Кстати, этот штраф установил Людовик Святой IX. А потом с горя приобретем пирожок у лотошника за какой-нибудь обол и скушаем его, чтобы поднять себе настроение. Средневековый Париж в XII-XIII веке являлся самым крупным городом Западной Европы. Его история охватывает периоды правления пяти королевских династий и продолжается дальше до настоящего времени. Город видел Мировингов в V-VIII веках, Королингов в VIII-X веках, Капитингов в X-XIV веках, Валуа в XIV-XVI веках и Бурбонов в XVI-XVIII веках. По представлению некоторых авторов, Париж в XIII веке уже был прекрасным городом. Его делала таким красота окружающих земель и богатство окрестностей, пейзаж которых разнообразили леса и перелески, где до самого дальнего горизонта виднелись силуэты и аккуратные склоны гармонично расположенных холмов, и где среди виноградников, ниф, пастбищ, веселая пестрота множества замков, деревень и хуторов свидетельствовало о счастливом плодородии земель. Париж был прекрасен и сам, со своими мощными и изощренными наружными стенами, церквями, дворцами, самыми разными постройками, привлекательностью своих обширных островов и линиями речных рукавов с причудливыми мостами и гостеприимными берегами, у которых теснились торговые суда. Слава о нем разнеслась по всему миру. Он стал звездой, спускающей во всех направлениях к другим городам длинные лучи своих дорог. Здесь можно, наверное, привести еще аналогию с Римом. Он поглощал и отдавал, взять ли политику, торговлю, науку или искусство. Во всех отношениях Париж был центром, куда стекались и откуда распространялись идеи и люди. Издавна город был разделен на три условные части, каждая из которых имела свои индивидуальные особенности развития. Это остров Сите, северное правобережье, квартал за Малым мостом, и южное левобережье, квартал за Большим мостом. С северной стороны к средневековому Парижу примыкал Холм Монмарт, с южной, более пологие холмы Монпарнас и Сен-Женевьев, в районе которого сложился знаменитый латинский квартал. Примерные границы средневекового города совпадают с территорией, которую сегодня занимают первые шесть округов Парижа и часть седьмого округа. Квартал Сите занимал Большой остров, на западной трети которого располагались Королевский дворец, часовня Сен-Шапель и Королевские сады. Вторая треть приходилась на территорию церквей и подчиненных им строений. Собор с епископским домом и школами, центральную больницу, отель Дьё, королевскую церковь Сен-Бартелеми, церкви Сен-Кристоф, Сен-Иньян, Сен-Ландри, Сен-Пьер-Об, Сен-Пьер-Обёв, Сен-Жермен-Левьё и Картезианскую церковь Сен-Де-Ни. На остальной части острова жили, трудились и торговали те, кого привлекали сюда соседство Королевского двора и Кафедральный собор, а также преимущество жизни близ магистральных дорог, соединявших через остров оба берега Сены, по Большому мосту с северной стороны, по-малому с южной, и служивших основными путями сообщения. Чиновники и служащие двора, и епископство жили в разных местах. Перед Сен-Шапель на улице Бочаров селились золотых и серебряных дел мастера. В том же районе вокруг церкви Сен-Бартоломи и аббатства Сен-Элуа были сосредоточены жилища скорняков, перчаточников, сапожников. На новой улице Богоматери жили книготорговцы, пергаменщики, переплетчики, резчики, печатей. В квартале Орбере близ Малого моста мельники, близ Сен-Иньяна перевозчики. В квартале Мадлен, то есть на перекрестке двух крупных отелей, идущих с правого берега и заканчивающихся у Малого моста, пекари, трактирщики, содержатели постоялых дворов, всевозможные торговцы. Квартал за Малым мостом, который позже назовут университетским, располагался на северном склоне холма Святой Женевьева, где в свое время находилась вполне процветающая часть римского города, пока налеты варваров не вынудили ее жителей укрыться на острове Сете. Он выходит на берег Сенны и тянулся вдоль него от ворот Ла Турнель до Нельского дворца. Здесь было много церквей, были тут и монастыри, братьев Святой Женевьева, Бернаргинцев, Матленов, Якобинцев, Кардельеров, Карамелитов и Августинцев. Наконец, здесь можно было увидеть колледжи университета, сгруппированные вокруг Сарбонны, и много дворцов знатных вельмож. Нельский дворец, Наваррский дворец, дворец архиепископов руанских, дворец герцогов бургундских, дворец аббатов фиканских. В квартале за Малым мостом жило многочисленное духовенство и ученый люд, магистры и шкалеры. Купцы и ремесленники, вперемешку расселявшиеся на разных улицах, снабжали местное население товарами первой необходимости и торговали ими между собой. Однако представители некоторых ремесел сосредотачивались в определенных районах, например, мясники на улице Бушери-Сент-Женевьева, то есть мясницкой Святой Женевьева, деревообработчики на улице Бушери-Дровяной, перевозчики на улице Бьевре. Книжное ремесло, особенно характерное для этого квартала, тяготело к нескольким центрам. Так, улицу Эрамбур-де-Бри, близ церкви Сент-Северин, населяли переплетчики и мини-теристы, а почти вся улица Экривен, также расположена недалеко от Сент-Северина и улица Бон-Пюи, близ монастыря Бернардинцев, были заселены перегаменщиками и переписчиками. Квартал за Большим мостом, который позже назовут просто городом, был самым новым. Он простирался к северу от сены и своим существованием был обязан развитию торговли и ремесла, став их центром. Своебразие этому кварталу, имевшему форму полукруга, придавали именно скопившиеся в его центре мастерские и лавки. И пусть в Сите были свой рынок Полюс и новый рынок, пусть в квартале за Малым мостом имелся свой рынок на площади Мадер, по значимости их было не сравнить ни с рыном на Гревской площади на правом берегу, ни с тем более центральным, огромным продовольственным рынком Лесхолис, дословно Заллы. С его укрытыми павильонами, где торговцы арендовали постоянные места, и открытой торговой площадкой, квадратом, где проходила ярмарка. Именно здесь, в окрестностях центрального рынка, растянувшихся далеко к востоку от него, в массе жили ремесленники и купцы, объединившись в цеха, от которых и произошли названия населенных ими улиц. Шанвери, Пеньковая, и Косынери, Перекупная, Феронери, Железная, Шаронери, Тележная, Кэруэри, Шорная, Ир, Кардонери, Кожевиная, Амери, Шлемная, Лормери, Скобяная, Саванери, Мыловаренная, Танери, Дубильницкая, Драпри, Суконная, Фульри, Валяльная, Ир, Тессеранди, Ткацкая, Ванери, Корзинная, Патери, Гончарная, Вечери, Стекольная, и множество других. И в этом же скоплении домов можно было видеть жилища ломбардских банкиров, близ центрального крытого рынка и порт Пари, и еврейских раздавщиков в квартале Бабур, квартале Бур-Тибу и в нижней части улицы храма. Я думаю, что вы уже догадались, что такой город, каким был Париж в 13 веке, в целом занимавшим небольшую площадь, но населенный деятельными и предприимчивыми людьми, жил активной и кипучей жизнью. Концентрированный спрос на различные товары порождал огромное же по меркам 13 века количество производителей этих самых товаров. Ну, по перечислению улиц вы, думаю, уже это поняли. Средневековый Париж был одним из самых густонаселенных городов Европы. Каждый клочок земли в его пределах старались использовать для жизни, работы и торговли. Узкие улочки всегда были заполнены толпами жителей и приезжих. В проходы или во дворы выходили мастерские ремесленников, вдоль них тянулись деревянные или выстроенные из мелкого камня лавочки купцов. На площадях, улицах и переулках поднимались стены особняков сеньоров и богатых бюргеров с редкими окнами, потому что большая часть окон и дверей выходили во внутренний дворик этих зданий, где располагался сад. А в пространстве, не занятом этими строениями, пейзаж разнообразили многочисленные лавки с оригинальными яркими вывесками, сообщавшими о производимых или продаваемых изделиях. И саму улицу оживляли крики ходивших по ней бродячих торговцев. Квартал центрального рынка, где вдоль некоторых улиц, бандарной, вертушки, мастеров оловянной посуды и некоторых других, стояли дома, второй этаж которых опирался на портик из ряда круглых колонн, образовывавших галерею, в которой находились лавки купцов. И Гревская площадь, на которой отдельные дома тоже имели колоннады, были крупными центрами торговли. Но рынки популярных у хозяек устраивались также на многих других улицах и на многочисленных перекрестках, да и по самим улицам сновало множество людей, живших в городе или приехавших из деревни, которые тоже пытались чем-то торговать. Они предлагали и выкликали овощи и фрукты, рыбу и всякую дичь, метла и дрова, сборники гимнов и приправы. Одни продавали воду, другие уголь, шапки или мед, сальные свечи, да и иной товар. Другие кричали, что зашивают котты и серко, что чинят мебель, скамьи, лари и ушаты, что скупают старое железо, старую обувь, старые сапоги, что драют оловянную посуду. Третьи по поручению трактирщика или банщика сообщали о подвозе вина или о том, что ванны нагрелись. В этой толпе мелькали всевозможные нищие, слышались крики «Хлеба для францисканцев! Хлеба для бедных узников! Хлеба для слепых с гнилоего поля!» Здесь просили подаяние монахи всех нищенствующих орденов, постояльцы всех приютов, посланцы разных общин, не считая тех, кто попрошайничал по собственному почину. Порой появлялся Геральт, провозглавшавший королевский указ. Когда кто-то умирал, об этом оповещал клирик, звоня в колокольчик и крича «Молитесь за душу Жака!» Здесь же шлялись зеваки, начиная от крестьянина, у которого пока тот таращился на статую царей на фасаде собора Парижской Богоматери срезали кошелек, и до кучек любопытных, собиравшихся на перекресток вокруг поводыря животных, фокусника или жонглера. Еще большее разнообразие этому зрелищу придавало многочисленности народцев и провинциалов, прибывавших в город. И вот буквально за несколько минут перед нашим взором предстали десятки ремесел и промыслов. Париж XIII века – это город с многочисленным населением. Огромная толпа людей, что стремятся заработать себе на кусок хлеба или новую котту. Сотни споров и тысячи голосов и звуков, что создают незабываемый говор средневекового Парижа. Красивый. Где-то даже романтический образ этого города у нас вышел. Но все ли было именно так? Ко всей этой картине стоит добавить такие естественные вещи для любого, даже современного города, как пьяные драки, проституция, преступность и поножовщина. Да-да, вы не ослышались, все именно так. А, еще чуть не забыл, все это прекрасно дополнял тончайший аромат конских каштанов. С одной стороны, конечно, смешно, но с другой стороны, это действительно серьезная проблема для любого средневекового города. Например, именно оно было как раз первопричиной настоящей эпидемии легочных и кишечных заболеваний в 17-19 веках. По факту, конский навоз очень быстро высыхает на мостовой, разбивается в пыль, поднимается в воздух и жители города дышат этим, причем пополам с дымом от печей. Отопление-то было печное, дровяное, так что ничего не поделаешь. Вот этой всей гадостью приходилось дышать. По факту, автомобиль буквально спас в этом смысле город и городскую цивилизацию. Итак, мы совсем немного познакомились с разными жителями города. Обращу внимание, что я называю городское население именно жителями города, а не горожанами. Нужно понимать, что горожанин в понимании 13 века это конкретный социальный и юридический статус лица, имеющий вполне конкретное отражение в реальности. Например, в виде привилегии или подсудности. В литературе, посвященной рассматриваемой эпохе, термин горожанин является ошибочным переводом термина бюргер. Бюргер это полноправный гражданин города, как правило, владеющий недвижимостью в черте этого города. Нужно понимать, что не каждый житель города это бюргер. Так вот, именно бюргеры и составляли массу мастеров-ремесленников средневекового Парижа. Обратим внимание, что они между собой формировали объединения, корпорации или цеха по признаку своего рода занятий. К слову, цехи были даже у местных служителей правопорядка. Например, цех сержантов Шотле, что-то вроде федеральных маршалов современных США. Итак, почему же только владельцы недвижимости могли быть мастерами, а могли ими и не быть? И как вообще можно было получить статус мастера и право на то или иное ремесло в Париже? На наше счастье сохранился текст замечательного манускрипта «Книга ремесел и торговли города Парижа». Первая подробная запись порядков, существовавших в ряде цехов Парижа в середине XIII века. Оригинал книги, к сожалению, сгорел в XVIII веке, но остался список, благодаря чему мы как раз и записываем этот ролик. Книга ремесел была составлена около 1268 года при Парижском Приво Этьене Буало. Запись цеховых порядков была произведена с целью регистрации уже сложившихся норм. В кодексе описано 100 ремесел, но количество цехов в Париже в то время было больше. Уставы некоторых из них были записаны в конце XIII века, начале XIV века и продолжали записываться, меняться и утверждаться вновь в течение нескольких последующих столетий, вплоть до XVIII века, когда древняя цеховая или корпоративная система была полностью упразднена в ходе Великой Французской революции. Еще раз обращу ваше внимание, в Средневековом Париже разделение всех производственных процессов было максимальным. Распределялись права на изготовление отдельных предметов, например, четкие булавки делали разные люди, сапоги из софьяна не могли делать изготовители ботинок на пуговицах и тому подобное. Максимальная дифференциация на изготовление всех вещей и предоставление всех услуг. И как раз из книги «Ремесел торговли города Парижа» мы узнаем подробно о таком делении, устройстве в мастерской, правилах становления мастеров, уложениях и, ну, можно сказать, ГОСТах по производству товаров, видах правонарушений и наказаний за них. Итак, что же собой представляла обычная мастерская и кто входил в состав ее работников? Конечно же, основной был мастер, он обязательно член цеха. У него были подмастерия, это люди, которые закончили обучение, но по той или иной причине не смогли стать мастерами. Не было денег на взносы, не было недвижимого имущества для организации мастерской, ну и так далее. Причин могло быть много разных. В общем, теперь это просто наемный рабочий. И ученик. Это никто, звать никак, учится по договору, защищается при доме, но фактически самое бесправное и бессловесное существо в мастерской. Пашет, так сказать, на мастера за науку, еду и кров. Ну и за бабки родителей, которые заплатили за него. Вообще, все перечисленные люди, как и ученик, как и подмастерие, как и мастер, могли быть полноправными горожанами, бюргерами, но могли и не быть ими. Мастера, конечно, в большинстве случаев, они имели статус бюргера. Нужно понимать, что количество мастеров также регламентировалось и регулировалось, контролировалось возможность демпинга цен на товары, услуги и другие ограничения обводились. Это все было направлено на то, чтобы обеспечить всех мастеров, которые проживали на территории города в конкретной сфере постоянной работы, чтобы не было такой просадки, что работы нет, нет денег, есть нечего. С одной стороны, можно было попасть вообще в любой цех, но, как всегда, есть нюанс. Во многих случаях было положено заплатить определенную таксу, взнос, королю или цеху, а иногда и цеху, и королю, за право конкретным ремеслом заниматься на территории города Парижа. Кроме того, нужно было еще и пройти в большинстве случаев обучение в статусе ученика. Как мы понимаем, бесплатное обучение придумали коммунисты в 20 веке, а у нас на дворе 13-й, так что никакого бесплатного обучения нет. Все обучение было строго по предоплате, и стоимость обучения составляла от 1 до 6 ливров. В некоторых цехах, конечно, иногда можно было договориться, чтобы тебя обучили бесплатно, но при этом срок обучения увеличивался спокойно до 8 лет. Это делалось для того, чтобы ученик своей работой на мастера отработал еду, место для спанья и навыки, которые получит он в мастерской. Как-то так. Давайте немножко поговорим о ценах, чтобы и вообще о монетарной системе Париж XIII века, чтобы немножко просто понимать порядок дороговизны жизни в Париже XIII века. Монетная система. 1 ливр равен 20 су или 240 денье. 1 су равен 12 денье. То есть 1 ливр 20 су 240 денье. Думаю, все довольно просто. Если пересчитать на современные деньги, например, на курс доллара, на январе 2020 года, то выходит, что 1 денье, самая мелкая монета, это примерно 0,3-0,6 доллара. Ну, условно, 1 денье 50 центов. Возьмем вот так вот. Путем нехитрого тыкания пальцем в калькулятор можно насчитать следующее. И у нас выйдет стоимость обучения, если мы берем цену 4-6 ливров, 480-720 долларов. Вроде вообще не так что много за несколько лет учебы, за еду и за кров. Опять же, есть нюанс. Такие денежки нужно было где-то заработать родителям юного дарования, которого отправляли на учебу. А это было ой, как непросто. Нужно же еще кушать, платить за дрова, освещение, платить за одежду, платить часто за аренду жилплощади. И ценники были очень высокие. По книге ремесел минимальная цена хлеба в Париже это один обол, половинка денье. То есть это такой хлеб самый низкого порядка. На наши деньги это 25 центов за самый дешевый хлеб. Обычный батон стоил один или два денье. то есть 50 центов или один доллар. При этом зарплата средневекового подмастерья второй половины 13 века от 4 до 10 денье в день. Если на современное это 2-5 баксов за 16 часов работы. Еще раз нормальный батон хлеба стоил пол бакса или бакс, а ты зарабатываешь в день либо два доллара, может быть чуть-чуть выше доходишь до 5 если ты хороший подмастерь и где-то в высоком дорогом цеху работаешь. То есть у тебя в принципе половина твоего дневного заработка уходит просто чтобы купить хлеб. Вот так. Ну ладно, допустим, что родители юного талантливого безусловно талантливого доробания таки собрали нужную сумму и внесли ее в жадные лапки не менее талантливого мастера наставника. Что ждет нашего ученика? Прекрасные годы учебы и игры по вечерам с друзьями? Конечно! Вот прям так сразу! Ох! Жизнь ученика это вообще отдельная прекрасная история. Несколько лет учебы например могло спокойно доходить до 7-8 лет. Мастер будет тебя кормить, поить, одевать, учить. Но за это юное дарование должно пахать на мастера весь рабочий день. Вот просто брать и пахать за бесплатно. То есть все, что сделает ученик в процессе ученичества и будет использовано на благо мастерской или просто на благо мастера это все не оплачивается. Вот так вот. Все просто. Но ученик будет пахать и радоваться, что его бьют не каждый день. Ну конечно же бьют его строго в воспитательных целях. Иначе как этого балбеса обучить. Нужно понимать, что довольно взрослыми уже поступали в обучение. 14-15 лет это нормальный был возраст, чтобы поступить в ученики какому-то мастеру. Иногда учеников забивали до смерти, до судов доходило и в итоге установилось такое правило, что бить ученика может только мастер, либо его жена по поручению мастера. Но другие члены семьи и члены мастерской бить ученика не могут. Ну хоть так, и на том спасибо. Мы понимаем, что если были суды, значит были такие случаи и формировались прецеденты. Правда отметим, что судя по всему комплексу источников, насилие над учениками в 13 веке не набирало какого-то бешеного оборота и по факту если их били, то исключительно на воспитательных целях. Ну иногда как бы бывали промашечки. Ладно, допустим, ученик таки пережил все эти приключения, не заработал увечий, не схватил ПТСР, да еще и научился ремеслу. Успех? Нет. Впереди ученика ждали экзамены. Да-да-да, экзамены практически как в современных учебных заведениях. Отучился, покажи, что же ты выучил за все эти прекрасные годы, проведенные в мастерской. Экзамены были в следующей форме. Один из вариантов это экзамен на заработанное. Скажем, в одном из цехов ученику нужно было заработать своим ремеслом 100 СУ в год. Если он это мог сделать, соответственно, экзамен сдан. Иногда нужно было сделать подношение при доме, опять же, денежное подношение. А во многих цехах еще было необходимо создать шедевр, который оценят все другие мастера цеха и сочтут его достойным по качеству для того, чтобы не опозорить доброе имя цеховых мастеров. Ладно, это еще вроде не самое сложное. Но, давайте оговоримся, что в некоторых цехах можно было миновать стадию ученичества и перейти сразу к созданию шедевра, к оплате и так далее. Опять же, можно было привести определенное количество свидетелей, уважаемых людей, которые подтвердят, что ты действительно владеешь ремеслом. Дальше ты открываешь кошелечек, башляешь денежки и покупаешь себе право на занятие ремеслом в городе Парижа. По сути, из именно вот этих вот откатов королю, цеху в итоге и родилась форма своеобразного лицензирования деятельности. Ну, как-то так. В общем, думаю, вы поняли суть. Деньги и навыки могли решить ситуацию, но факт в том, что без навыков вообще никуда не деться, вот в системе цеховых ремесленников. Точно, чуть не забыл, незначительный моментик. Мастером мог стать, да и открыть свою мастерскую, в большинстве случаев, только владелец конкретного метража помещений под мастерскую и торговую лавку. Мастерская, как недвижимость, должна быть. Это, это, по сути, обеспечение деятельности условного ИП этого ремесленника. Мы точно знаем, что, например, мастерская сапожника в 1318 году была оценена в сумму в размере 13 ливров 19 су 2 денье. Мастерская, как объект недвижимости, обеспечивала, как бы, гарантировала обязательства мастера, например, по недостатку имущества. Вот так. Продолжаем изучать процесс становления мастером. Ленился в учебе? Нет денег и недвижки? Добро пожаловать в подмастерие! Жизнь подмастерия была чуть ли не хуже, чем у ученика. У ученику хотя бы было что кушать и где спать. Давайте разберем типичный день нашего подмастерия, как же проходила его обычная повседневная жизнь. Ну, во-первых, ему нужно было наняться на работу. Чтобы наняться на работу, он должен был до рассвета, то есть часов в пять утра, должен был прибыть на специальную площадь и уже там стоять. На эту площадь приходят мастера для найма. Они там появляются часам к восьми-девяти утра и начинают разбирать себе работников. Нанимают подмастерьев, с которыми мастера не знакомы или у которых нет должной репутации, на один день, реже на несколько дней. Хорошие подмастерия, профессионалы, которые уже успели зарекомендовать себя перед мастерами, которых лично знали мастера, могли рассчитывать на более продолжительные контракты найма, иногда даже на годовой контракт. Это был прям вот успех-успех. Впрочем, тут обычаи от города к городу отличались. И, например, в Фламандском Брюге типичный контракт на наем подмастерья заключался обычно на две недели, что было довольно хорошо для подмастерьев. Вообще, контракты заключались, как правило, устные, в присутствии специальных уполномоченных граждан, которые находились на площади для найма, чтобы все было строго по правилам и никто никого не обманывал. Опять же, нанимают не всех подмастерьев, которые прибыли на площадь, некоторые остаются в пролете. Такова судьба. Нет работы, жри солому. Успех. И вот представьте, так каждый день. Каждый. В современности можно такое наблюдать, например, в Мексике, когда нанимают чернорабочих. Правда, как отмечено, выше на успешных профессионалов своего дела, которых знают, уважают. Такое правило не распространялось, им было немножко лучше. Но, опять же, навыки, навыки решают все. А были еще такие старшие подмастерья цеховые, например, у булочников, которые имели право старших над всеми подмастерьями цеха. Но мы не будем сейчас в эту тему углубляться, тут нужно будет отдельно еще записать ролик и рассказать подробно про структуру цехов и цеховых сотрудников, так сказать, всех уровней. Кстати, небольшой ролик уже выходил у меня на канале, там есть чуть более подробно разбор этого вопроса. В итоге от системы найма подмастерьев, формирования старших подмастерьев в цеху родилась где-то в 14 веке такая система, как братство подмастерьев с кассами взаимопомощи. Но вы сами понимаете, жрать солому, если у тебя нет работы, как-то не очень. В среднем в мастерской могло работать 3-5 человек. Мастер, ученик, пара-тройка подмастерьев. В некоторых цехах подмастерьев было ограниченное количество, иным было запрещено нанимать более одного подмастерья, то есть строго мастер и подмастерья. Учеников тоже можно было одержать немного, обычно это один, редко два или три. Ну как, думаю, уже прекрасный образ яркого Парижа разрушается окончательно. Уже это далеко не радужные реалии, а суровые трудовые будни жителей города. Кстати, давайте поговорим о них, о рабочих буднях. Рабочий день. Итак, сейчас мы привыкли, что у нас рабочий день это 8 часиков, иногда 6, иногда 7, перерыв на обед, а, мы еще на удаленке можем работать из дома. Круто, согласен. Так вот, в 13 веке рабочий день слегка отличался. Отметим, что в разных цехах рабочий день начинался по-разному, в зависимости от того, чем они занимались. В целом, общепринятой нормой было начинать рабочий день с рассветом. Летом это примерно часа в 4 утра в среднем, ну плюс-минус. Зимой около 8 утра. Заканчивался рабочий день по началу вечерней службы или по зазываниям винного оралы, винного глашата. Это такой цех, который зазывал граждан в таверны. Примерно в одно и то же время и вечерняя служба и зазывания орала происходили около 9 вечера летом и около 6-7 часов зимой. Ну, типа уже темно, а освещение искусственное стоит дорого, потому что там свечки дорого, лучины неудобно, ну вы поняли. То есть летний день был гораздо длиннее по работе, составлял примерно 16-17 часов, а зимний был 10, иногда 12. Зимой можно было чуть-чуть больше отдохнуть. Конечно же были перерывы на завтрак и обед около часа каждый. Некоторые подмастерья имели право и возможность бегать до дома, чтобы покушать, но по факту этим правом пользовались не так часто. Обед на работу приносила мужу жена, это была почетная обязанность, причем это без всяких шуток. И в целом, если жена например, вдруг так удачно сложилось, что жена работала и зарабатывала тоже деньги, то были детишки, которые тащили папки пожрать. Ну такая классическая тема для сказок, когда дитё тащит узелки и еду папе в поле. В общем, ничего не поменялось. Опять же, нужно понимать, что у подмастерьев, ну, большинства подмастерьев были жены, были дети, причем даже было по нескольку детей, это норма, женились рано, контрацепция была в зачаточном состоянии. Простите за каламбурчик. Ну, в общем, вы поняли. Напомню, что зарплата среднестатистического подмастерья в второй плане 13 века была крайне небольшой. 4-10 день Е в современные доллары, если переводить, 2-5 баксов за 16 часов работы в день. Успех. Дети, жена, квартплата, дрова, вода, еда, одежда. Очень не факт, что сын подмастерья сможет пойти тоже учиться. Если кто-то думает, что подмастерья и ученики пашут, а мастер так не работает и расслабляется, это неправда. Мастер пахал гораздо больше или, как минимум, наравне со всеми своими работниками. Потому что именно, например, вот возьмем портных, мастер у портных занимался чем? Раскройкой тканью, обмеркой клиента и давал пинки, короче, своим работникам, чтобы они шили все правильно. То есть, мастер в любом цехе был всегда самым главным в труде и выполнял самые сложные технические операции. Вот такой вот волшебный мир средневековья. Если ты сделал средневековое ИП, паши больше всех. Ну, по-моему, это не сильно отличается от современности, да? Напомню, что мастера, его работники всегда работают в своей мастерской, в мастерской мастера или рядом с ней на улице. По статутам работать надо было перед окнами, чтобы с улицы любой проходящий мимо клиент или проверяющий мог заглянуть и посмотреть, как работает мастер, все ли он делает правильно, из хороших ли материалов он изготавливает свои вещи. Действительно, халтуру не одобряли. Любой проверяющий, любой контролер, и да, такие были, были еще и надзиратели от цеха, мог спокойно прийти и посмотреть, как выполняют работу подмастерия, ученики и как выполняют свои обязанности мастер. Итак, пришло время поговорить немножко о качестве изделий, штрафах и наказаниях. Будем говорить, конечно, не о каждой профессии, о каждом ремесле, которое упомянуто в книге ремесел, а сделаем такую выборку, просто чтобы немножко проиллюстрировать наш рассказ. Книга ремесел и торговля города Парижа содержит подробное описание качества большого количества изделий. Можно сказать, что это такой средневековый ГОСТ для большинства производимых товаров, точнее, далекий предок современных отраслевых стандартов, ОСТов. За несоблюдение требований к материалам, из которых изготавливался тот или иной товар, налагались штрафы. Произведенный с нарушениями товар изымался и часто уничтожался, например, просто сжигался. Давайте почитаем несколько примеров. Никто из булочников не может выпекать хлеб большего размера, чем в два денье, если это не пирог для подарка, ни меньшего размера, чем вабол, если это не эшаде. Все булочники должны делать хлебы ценой в денье и вабол, и хлеб ценой в два денье хорошим и доброкачественным, согласно ценам на зерно. Если какой-нибудь булочник продает три двойных хлеба дороже, чем за шесть денье, или дешевле, чем за пять денье и обол, он теряет хлеб, старшина булочников распоряжается этим хлебом по своей воле. Установленные цены нарушать было нельзя, нельзя было создавать демпинг или завышать как-то цены. В общем, строгие стандарты. Если кто-либо из этих мерщиков зерна нарушает что-либо из вышесказанного с него следует штраф королю согласно установлению парижского прева, так как горожане Парижа не имеют никакой власти, никакой юрисдикции в вышеупомянутых делах, кроме как давать разрешение на измерение и всякому давать измерять, если им это кажется хорошо и нравится. То есть контроль происходил за такими людьми, которые выполняли технические функции, то есть предоставляли услуги. Вот, например, здесь мерщик зерна взвешивал зерно и за ним тоже ставился четкий контроль из-за нарушения правильности измерений его короля. Ювелира. Если три придома находят в цехе человека, который делает изделия из плохого золота или плохого серебра и не хочет раскаяться, трое присяжных приводит его к парижскому приво и приво наказывает тем, что изгоняет его на 4 или 6 лет в соответствии с тем, что он заслужил. Вот так вот. То есть делаешь плохо свою работу, а это ювелирные украшения, это как бы одно из очень уважаемых и доходных предприятий в городе. Нарушаешь статуты, нарушаешь требования, пошел он из города. Вообще нормально. Никто из изготовителей железных пряжек не может изготавливать пряжки выбиванием на наковальне, так как они нехорошие и недоброкачественные. Если же он так сделает, он должен королю штраф в 10 су, а изделие должно быть уничтожено. Ну вот, я собственно про это и говорил. Штраф и уничтожение изделия. Ты еще и сырье теряешь. Отдельно упоминались строгие требования о времени работы того или иного цеха. Да, об этом тоже нужно поговорить, но скорее всего в отдельных роликах, где будем разбирать конкретные профессии. Изготовители ящиков и замков к ящикам. Каждый из этого цеха не может и не должен работать ночью, так как ночное освещение недостаточно, чтобы заниматься этим ремеслом. А кто будет уличен, платят королю 5 парижских су штрафа. Мастер и подмастерия 2 су всякий раз, как будут уличены. Ремесленники этого цеха должны кончить работу в субботу при последнем звонке к вечерне, в том приходе, где они живут. И всякие, кто работает дольше упомянутого часа, то ли мастер, то ли подмастерия платят вышеупомянутый штраф всякий раз, как будет уличен. Вот это собственно иллюстрация о работе и о штрафах, если нарушается режим рабочего времени в цеху мастерской. Мастер, гвоздильщик или подмастерия имеют свои вечера для отдыха, а именно никто не должен работать в пост, когда позвонят к повечерне у Сен-Мэри, а в другое время, когда они услышат крик второго вечернего глашата. Иногда даже отдыхали на празднике, такое дело, ну не все же время работать. Средневековье на самом деле не совсем такое средневековье, как оно есть в нашем понимании. Интересно, что парижские цехи имели привилегии обращения напрямую к королю со своими вопросами, и король очень часто занимался лично разбором их дел. За это как раз цеховики очень часто, как правило, выступали на стороне короля в качестве военной силы. Ну, наверное, исключение стоит сделать для Филиппа красивого, которому умудрился посраться просто абсолютно со всеми, до кого дотянулся. А вот положительный пример это как раз Людовик Святой, который был фактически обязан своим троном именно парижским цеховикам, которые собрали оболчение и в ключевой момент в 1228 году позволили безопасно добраться к королю до Парижа и попасть в него. Итак, что можно сказать в заключении? Париж предстает перед нами как город с многочисленным населением и очень-очень дифференцированным ремеслом. В ряде случаев очень ясно выражена весьма узкая специализация отдельных цехов, особенно в области обработки металлов, кожевинного дела и тому подобное. Такой далекий 13 век, но в то же время очень близкий и понятный. Очень много параллелей с современностью. Строгие правила, контроль за качеством работы и честностью цены, распорядок найма и организация работы. Понятные и естественные картины трудовой жизни средних веков. Благодаря этому мы можем максимально подробно и ярко оценить все стороны жизни людей в то время, трудности и особенности их быта. Сегодня мы затронули лишь маленькую маленькую часть истории жизни среднякового города в части ремесел и производства разного товара. Если вам интересно, вы можете подробнее ознакомиться с темой, изучив несколько книг предложенных мной. Вот сейчас они перед вами на экране. Надеюсь, вам было интересно. Материал готовили Часоветин Дмитрий и я, Максим Шевченко. Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Впереди у нас еще одна, а может быть, две, а может быть, три, а может быть, даже большой цикл лекций. Я надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры